И еще об одном центре, на этот раз спортивном. После масштабной реконструкции на лыжно-биатлонном комплексе Ангарском стартовал зимний сезон. По уровню оснащенности, уверяют специалисты, у него нет аналогов в Восточной Сибири. Почему город нефтехимиков может стать интересным для олимпийских спортсменов, узнаете прямо сейчас. Самому младшему еще не исполнилось пяти, старшему 62 года, а всего на трассе почти 400 человек. Таким масс-стартом открывает сезон на Ангарском лыжно-биатлонном комплексе. Впервые после модернизации принявшим спортсменов. В забеге участвуют как новички, так и известные биатлонисты. Одной из первых оценила трассу двукратная олимпийская чемпионка Анна Багалий. Просторный стадион дает возможность стартовать массово по огромному количеству людей вместе. Ну и соответственно, видя сегодня какие маленькие юные лыжники, то у вас большое будущее. И только вперед. Такие забеги стали возможны после капитальной реконструкции комплекса. Вложения компаний-инвесторов в проект составили 26,5 миллионов. Сегодняшний старт должен стать началом возрождения массового лыжного спорта в регионе. В 2016 году по инициативе Олега Владимировича Дерипаски компания «Н-Плюс Групп» запустила проект на лыжи. Мы заинтересованы в развитии лыжного спорта, в возрождении советских традиций. Ангарский лыжно-биатлонный комплекс, который мы сегодня здесь открыли торжественно после реконструкции, является одним из основных в Иркутской области. Мы выбрали этот объект не случайно, объект пользуется популярностью. Единственное в Иркутской области биатлонное стрельбище, асфальтированная и освещенная лыжероллерная дорожка длиной в 2500 метров дают возможность заниматься биатлоном не только зимой, но и летом. Кроме того, сейчас увеличена протяженность всех трасс, а это возможность принимать соревнования всероссийского уровня. Безусловно, для Ангарска это точка роста, поскольку у нас в полуторачасовой доступности фактически живет миллион человек. И вот эта точка, она оптимально подходит по своему рельефу, по доступности транспортной, по инфраструктуре. Несмотря на то, что на реконструкцию были направлены многомиллионные инвестиции, посещение комплекса для всех желающих бесплатное. Это принципиальная позиция N+, Групп. Всего же на реализацию социальных программ и развитие спорта в Иркутской области компания ежегодно тратит более 300 миллионов рублей. И это вклад, который должен окупиться уже не деньгами, а медалями на груди будущих чемпионов. Давид Азизов, Виталий Перетолчин. Новости по будням.